Обсудили сегодня во Дворце независимости актуальные вопросы аграрной сферы, объемы, разнообразия экспорта, а также ход осеннеполевых работ. Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и рассмотрел основные сезонные вопросы сельского хозяйства. Погода этой осенью способствовала качественной работе, тем не менее это не повод расслабиться на завершающей стадии. Проблемы есть и президент привел конкретные примеры. Перепахать почвы, подзять вспашка, самое узкое ваше место. Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать, но тем не менее мое впечатление, несмотря на то, что их немного, расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, здесь просто халатное отношение. Я специально лично понаблюдал за некоторыми полями в Минском районе, в Минской области. После обеда в пятницу, в субботу, в воскресенье, никто там, где я контролировал, вроде неплохие хозяйства, не выехал пахать. А это два с половиной дня, сколько можно было поднять за это время зяби. Все это просто. Пол поля вспахали к середине пятницы. На этих полях, где половина была вспахана, ни один трактор не появился. И два с половиной дня половина поля вспахана, половина нет. В понедельник все вспахали, допахали. О чем это свидетельствует? Это свидетельство об одном, что отдыхали два с половиной дня. Я понимаю, люди устали, нагрузка огромная. Но завтра зима будет, отдохнем. У крестьян же было всегда так. Ладно, я вас не буду уговаривать. Не дай бог, кто-то после седьмого ноября, я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог, кто-то чего-то не доделал. Отдельное внимание – качество уборки и заготовки кормов. Многие виды продукции с белорусских полей именно в этом сезоне будут особо востребованы у ближайших соседей. Поэтому президент требует внимательно относиться к каждой культуре. В отдельности также следить за ценами на внутреннем рынке. Все должно быть убрано. Никакой льно-тресты не должно быть на полях. Все должно быть сведено. Якобы все сведено по информации. Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит складывайте, селосуйте это зерно или в рукава запихивайте. Которые раз уже об этом говорят. Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Перепахивайте. Собирайте эту картошку. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за приобретением картофеля. Заполните хранилище. И не только как стабилизирующий фонд для своего населения на зиму. Но и чтобы продать попозже, по весне, за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей. Посмотрите на гречку. Я уже затребовал информацию. Гречки собрали меньше, чем в прошлом году. Не урожай был. В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что эта гречка вся утечет в Россию. И мы останемся с минимумом гречневой крупы и с высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию. По последним данным в стране обрано 99% площадей. Намолочено более 7 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по сравнению с прошлым годом выросла на 3,5 центнера с гектара.